Всем привет! Вы на канале Злада ТВ и с вами ваш тренер Зубенков Андрей и это рубрика новость футбола тренера. Предлагаю сегодня рассмотреть такой вопрос касаемо кто получит золотой мяч в нынешнем сезоне. Все мы знаем, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году этот розыгрыш обладателя золотого мяча отменили. На мой взгляд его должен был получить, и не только на мой взгляд, поляк Роберт Ливандовский. Именно в сезоне 2020-19, если брать в общем, то поляк сделал трэбл в составе Мюнхенской Баварии. А это он выиграл кубок Германии, он стал чемпионом Германии и Бавария выиграла Лигу Чемпионов, я напомню. А Роберт Ливандовский, в свою очередь, стал лучшим бомбардером турнира чемпионата Германии и назабивал в том же кубке и в Лиге Чемпионов. Однозначно он был в сезоне лучшим, были и другие президенты, конечно же, но все-таки свое мнение я становлю, и не только свое, как показывает средство массовой информации, также думают и другие специалисты, в том числе и журналисты и болельщики. Я думаю, никто не будет с этим спорить, что поляк именно в 2020 году заслуживал эту награду. Но мы сегодня говорим не о 2020 году, а именно о 2021, кто получит эту награду. И здесь у меня три претендента. Первый претендент это все тот же Роберт Ливандовский. Почему? Да, Бавария не очень хорошо выступила в нынешнем сезоне, не выиграла Лигу Чемпионов, но, тем не менее, стала все-таки чемпионом Германии. И Роберт Ливандовский, как всегда, стал там лучшим игроком и также бомбардиром своей команды. Поэтому, в принципе, если брать заслугу 2020 года, поляк заслуживает получить все-таки эту награду и в этом году. На мой взгляд. Ну, может, кто-то и будет спорить с этим. Второй претендент, конечно же, это человек, футболист, французский футболист в составе Челси. Я напомню, что Челси выиграл в сезоне 21 Лигу Чемпионов. И Канте, полузащитник центральный, стал победителем этого замечательного европейского розыгрыша Лиги Чемпионов. В финале Канте показал удивительную игру. Поэтому, ну, это второй мой претендент. Конечно же, Канте, француз. Удивительную игру он показал. И, на мой взгляд, был в этом финале лучшим. Я напомню, что Челси обыграл Манчестер Сити в финале со счетом 1-0. И за счет вот этой вот грандиозной, великолепной игры, маленького по росту, но очень смышленого, умного и быстрого француза, Челси выиграл Лигу Чемпионов. Это один из таких, на мой взгляд, показателей, за счет чего Челси победил в Лиге Чемпионов. Ну и, конечно же, за счет тренера Томаса Тухеля. Так что второй мой претендент – это француз Канте. Но, если учитывать выступление сборной Франции на Евро 2020, то Канте не очень хорошо себя проявил, как и вся сборная. Где-то были матчи, конечно, где он хорошо играл. Но впечатление такого лидера, как это он показал своей игрой в финале Лиги Чемпионов за Челси, он не показал за французскую сборную. Но один в поле не воин. Французская сборная, в общем, была фаворитом. Моим фаворитом этого розыгрыша. Но, к сожалению, они выступили швейцарцам в серии пенальти. Так что тут чуть-чуть, конечно, Канте откладывается его такое ярое стать первым таким претендентом на то, чтобы получить золотой мяч. Если бы французы все-таки победили в Лиге Чемпионов, то Канте 100% получил бы золотой мяч. 100% на мой взгляд получил бы золотой мяч. Но вот этот вот осадочек со сборной, конечно, даст свои плоды, я думаю. Также и о полях, когда сборная Польши не очень хорошо выступила, но Роберт Левандовский, там как лидер своей команды, он пытался все-таки как-то повлиять на результаты сборной Польши. И забивал, и в принципе неплохо выглядел. Но еще раз повторюсь, в поле один неводен. Поэтому Польша еще хуже выступила, чем те же французы. Польша даже с группы не вышла. И третий претендент, это, конечно же, человек в составе сборной Италии. Я напомню, что итальянцы победили на Евро 2020 сборную Англии. Основное время закончилось этого матча 1-1. И в серии пенальти с счетом 4-2 победили итальянцы. И героем матча, как и всего Евро, сделали, признали, признали, конечно же, Джан-Луиджи Донорума, вратарь. Он и в прошлой серии пенальти с испанцами, если не ошибаюсь, неплохо себя проявил. Примерно так же, как и в финале. То есть, серия пенальти, это была как раз-таки Донорума его фишкой. За счет этого он и вытащил вот эту сборную Италии. Хотя итальянцы и так были неплохи. Но я ставил все-таки на француза. Но тем не менее, Италия победитель, это факт. Донорума занял первое место. Но здесь другой такой контекст. Мы знаем, что после Евро Донорума перешел в Парисон-Жермен, в Суски. Но до этого он играл за Милан. То, что касается Милана, в чемпионате Милан, чемпионате Италии серии А, Милан занял второе место. Чемпионом же Италии стал Миланский Интер. Поэтому тут тоже такой осадочек Донорумы своей игрой как раз-таки за Милан. Ну, в принципе, если сравнивать так в общем сезон, то неплохо, да? Серебро в чемпионате Италии и золото на Евро 2020. На мой взгляд, вот именно эти три футболиста претендует название лучшего на то, чтобы получить золотой мяч этого сезона 2021 года. Еще раз повторюсь, это Роберт Левандовский поляк, француз Канте и итальянец Джон Луиджи Донорума. Все три хорошие футболиста, получается даже линия такая, вратарь, полузащитник и нападающий. Не хватает только защитника. Ну, здесь тоже можно так бонусом отзначить еще одного как раз-таки защитника. И это будет, конечно же, в составе сборной Италии Бануччи. В принципе, и Келлини такой сторожил. Но все-таки Бануччи там он и вытащил на финальный матч, забив этот единственный гол, да, в основное время отыгравшись. А так бы иначе сборная Италии не дотянула бы до серии пенальти. И получается, что у нас вратарь Донорума, Бануччи защитник, плузащитник, француз Канте и нападающий поляк Роберт Левандовский. Четверка. Но Бануччи это такой бонусным четвертым. Он 100% не получит золотой мяч. Теперь выскажу свое мнение, кто получит, на мой взгляд, золотой мяч в сезоне 21. Это будет, это будет, на мой взгляд, Роберт Левандовский. Потому что все-таки заслуга прошлого сезона, плюс где-то этот сезон, он все-таки чемпионом Германии стал. И во второй раз, да, подряд, если сравнить два сезона. Все-таки бонусом то, что отменили золотой мяч в прошлом сезоне, бонусом его заслуги перейдут как бы на этот год. Я думаю, поляк заслуживает этой победы. Но еще раз повторюсь, если бы Канте со своей сборной Франции добился бы успеха на Евро 2020, то он бы получил эту награду. Но такого не случилось, поэтому я ставлю на Роберта Левандовского. А на кого ставите вы и думаете, кто получит золотой мяч в этом сезоне? Напишите в комментарии. Но также не забывайте ставить лайк, либо дизлайк, подписываться на канал и жмите на колокольчик. С нами хорошо, без нас, скучно. Злада ТВ. А на этом у меня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok